Доброе утро, уважаемые трейдеры, клиенты компании Амаркетс. С вами утренний брифинг и мы приступаем к разбору, прежде всего, вчерашних событий. Конечно же, мы очень долго ждали этого дня. Вчера было 22, точнее 21 сентября и множество, множество фундаментальных событий, которые, как мы считаем, повлияют на глобальные тренды в течение ближайших месяцев даже. Потому что мы на прошлой неделе еще говорили о том, что сейчас двухнедельный цикл, цикл в течение которого все основные центральные банки стран принимают решения по поводу своих процентных ставок. И они уже все это сделали, поэтому можно подвести определенные итоги и, конечно же, смоделировать дальнейшее поведение цен, дальнейшие сценарии. Потому что следующие, опять же, важные меры, следующие поводы для влияния УЦБ появятся только лишь в декабре. То есть между сентябрем и декабрем могут, конечно, быть какие-то менее значимые изменения, но основные решения, которые могут принимать банки, решения по поводу процентных ставок, они теперь смогут озвучить лишь в декабре. Поэтому давайте приступим, конечно же, к рассмотрению тех событий, которые происходили вчера. Начнем с Японии, потому что так и по таймингу будет удобнее посмотреть. Именно японский регулятор первым вчера озвучил свое решение по процентной ставке. И оно, конечно же, несколько разочаровало всех участников и наблюдателей событий. Потому что многие все-таки считали, что японский банк понизит ставку в очередной раз, продолжит этот тренд, который был задан еще несколько лет назад. Тренд по понижению процентных ставок и постепенному накачиванию ликвидностью дополнительной своих фондовых рынков. И, конечно же, это было важно из позиции ослабления японской иены. Потому что мы все прекрасно, я думаю, понимаем, что японскому регулятору и правительству, учитывая экспортную составляющую и экспортную направленность экономики Японии, крайне важно, чтобы курс иены был куда ниже, нежели он является сейчас. И отметка в 100 долларов, точнее в 100 иен за 1 доллар, конечно же, не является приемлемой для Японии. Но, тем не менее, решили не делать каких-то серьезных изменений, не менять свою политику в этом отношении и несколько замедлить темпы снижения ставки. Так решил Банк Японии. Они лишь несколько поменяли свою политику в отношении облигаций. То есть мы также говорили об этом в ходе предыдущих брифингов, что центральный банк любой страны может влиять еще и на поведение валютного курса. Да, в том числе с помощью политики в отношении облигаций. И вот, совершив следующий маневр, японский банк решил закупать меньше долгосрочных облигаций и больше внимания уделить краткосрочным облигациям, а также среднесрочным бумагам. Вследствие чего, также в ближайшей перспективе, как планирует, опять же, японский ЦБ, да, это должно повлечь за собой постепенное ослабление японской иены. И, конечно же, как рассчитывает, опять же, японский регулятор, да, это должно позитивно сказаться на экономике страны, которая находится в такой стагнации, о чем уже также давно твердят все те, кто смотрит за макростатистикой из Японии поступающей, да, потому что уже многие месяцы, квартал подряд, мы не видим каких-то позитивных изменений, да, пусть не так давно были несколько более позитивные данные из Японии, все это мало влияет на картину в целом, да, поэтому, если мы посмотрим график японской иены по отношению к доллару вчера, да, то можем увидеть, как сначала инвесторы позитивно отреагировали на решение ЦБ, да, и мы видим, что иена начала ослабевать по отношению к японскому, к американскому доллару и евро, да, на фоне того, что ожидалось снижение, но банк оставил ставку без изменений, однако позже, позже все-таки действия ЦБ Японии были оценены как негативные, недолжные, и то, что они предприняли, явно не хватает, и недостаточно будет для того, чтобы ситуацию переломить, да, и каким-то образом повлиять на дальнейшее стимулирование экономики Японии эффективно, да, а не просто предпринять какие-то меры, вот, на, даже в бумаге, да, можно так их обозначить, потому что каких-то реальных изменений в экономике не произойдет, по крайней мере, в ближайшие месяцы, да, как мы знаем, действия ЦБ любого, они носят такой долгосрочный характер, и все изменения происходят с некоторой временной задержкой, то есть с лагом, да, и если мы даже, скажем, сегодня принимаем какое-то решение важное, даже по процентной ставке, да, после, конечно же, краткосрочного импульса цены на графике, да, мы какие-то реальные изменения в экономике увидим далеко-далеко не сразу. Следующее интересное событие, которое происходило вчера, и на которое, конечно же, мы все обращали внимание, это запасы нефти. Это событие несколько более регулярное, нежели заседание ЦБ, поэтому оно уже становится таким даже более предсказуемым, можно сказать, потому что из недели в неделю мы наблюдаем примерно одну и ту же ситуацию. Вот попросту происходит перелом ранее намеченной тенденции, да, именно в среду. Вот так можно обозначить, если вы понаблюдаете за изменением цены нефти на графике, да, после каждой среды, то увидите, что если, скажем, нефть падает к публикации запасов, то каким-то странным образом получается так, что после публикации запасов она начинает расти и менять свою ранее намеченную тенденцию. Если же она наоборот растет, то запасы выходят чаще всего крайне негативные, и мы опять же наблюдаем какой-то перелом тенденции. То есть, как уже отмечалось нами ранее, да, нефть остается крайне спекулятивным инструментом, крайне непредсказуемым, по крайней мере, с точки зрения публикации именно запасов. Да, то есть мы даже, строя различные модели спроса, предложения, да, потребления нефти, учитывая даже сезонные факторы, все равно даже крупные инвестиционные банки и прочие участники рынка никак не могут точно опозначить прогнозные значения, да, то есть можно смело сказать о том, что нефть является крайне слабо прогнозируемым активом с точки зрения именно запасов, да, я имею в виду, цена образования выглядит несколько проще, опять же, учитывая спекулятивный характер поведения. Вот вчера мы наблюдали, что запасы сократились в два раза сильнее прогнозов, да, сильнее ожиданий, в результате чего мы увидели разворот нисходящей тенденции, нисходящий тренд на часовом графике, если вы будете смотреть, либо даже на дневном таймфрейме, ну, на дневном таймфрейме это несколько менее заметно, но вот на часовом графике мы можем однозначно заявить о том, что нисходящий тренд, который формировался еще с начала сентября, да, если быть точным, с 8 сентября, он оказался пробит. О таком первом намеке на это, да, о ложном пробое и возможном росте нефти мы говорили еще в этот понедельник, но после вот восходящего импульса понедельника цена опустилась ниже до уровня 45-25 примерно за баррель, и вот уже на фоне таких фундаментальных событий, новостей мы увидели рост и окончательный перелом нисходящей тенденции. Опять же, как долго продлится рост нефти, сказать очень сложно, и поэтому, конечно же, советуем ориентироваться на ценовые уровни, прежде всего, и вот как раз таки выстраивать свою торговлю вокруг этих важных ценовых уровней, которые мы обозначим либо на сайте, да, в нашей аналитике, я думаю, ближе к окончанию сегодняшнего брифинга, также обозначим основные ключевые уровни по нефти. И, конечно, самое интересное событие вчерашнего дня, решил оставить его напоследок, так как оно и опубликовано было позже, чем ранее озвученные события, это, конечно же, заседание ФРС. Об этом очень много было сказано на протяжении ближайших недель, а может быть даже месяцев, да, все ждали и говорили о том, что, несмотря на то, что крайне маловероятно выглядело повышение ставки, но все как-то в глубине души надеялись на это и ожидали крайне повышенную волатильность увидеть, да, то есть, казалось бы, все в открытую заявляли о том, что никаких изменений не предвидится, очень малая вероятность повышения ставки, но вот опять же где-то теплилась надежда, да, в душе о том, что будет повышенная волатильность и можно будет какое-то сильное движение поймать. Опять же, беря во внимание то, что еще в начале года ФРС озвучивал свои планы по трем повышениям в текущем году. Напомню, состоялось пока лишь одно повышение ставки и поэтому, конечно, трех повышений уже точно быть не может, да, остается только декабрьское заседание ФРС и вот поэтому до декабря, если, опять же, не брать во внимание дополнительный новостной фон, да, мы будем также до декабря, конечно же, получать регулярные отчеты, да, по макро-статистике самого разного рода, но если вот не брать ее во внимание, то в целом тенденция, конечно, для доллара становится следующей, то есть он должен ослабевать по отношению и к евро, и к британскому фунту, потому что, опять же, все-таки даже крупные участники рынка некоторую часть своих активов закладывали в возможное повышение ставки, поэтому мы видели, как индекс S&P 500 снижался на протяжении прошлых недель, точнее, прошлой недели, да, мы видели, что с позапрошлой пятницы началось снижение индекса S&P 500, пусть его весьма агрессивно выкупали, да, от всех буквально значимых уровней поддержки, но, тем не менее, вот можно проследить то, что крупные участники рынка также отчасти перестраховывались и немного пересматривали свои портфели. Но вот если мы посмотрим сейчас на график евро-доллара, либо британской валюты по отношению к доллару, то увидим, как относительно много они забирают сегодня у американского оппонента, да, мы видим, как происходит рост довольно сильный, особенно в последний час по евро, да, фунт также не отстает. И смею предположить, что эта тенденция также продолжится, потому что, опять же, в ближайшее время каких-то настолько сильных фундаментальных событий не ожидается, и если уж ФРС не повышает ставку сейчас, да, это означает, что доллар должен постепенно слабеть. Опять же, если мы не берем во внимание прочие факторы, потому что мы помним, что и внутри еврозоны, и внутри Британии существует масса собственных проблем, поэтому вот эти противостояния продолжатся, да, и, конечно, вряд ли мы будем наблюдать безоткатное трендовое движение, да, вверх по евро-доллару и фунт-доллару до конца текущего года, но вот опять же, если мы берем во внимание разницу в процентных ставках, то именно так все и должно происходить. Тем более, учитывая ситуацию на дневном таймфрейме, если мы посмотрим на дневной график, например, евро-доллара, то увидим, что как раз-таки пара находится вблизи наклонной очень мощной линии поддержки, как раз-таки от нее сейчас отбивается. Там можно говорить и о формировании так называемой фигуры треугольник, да, происходит некое сужение на дневном графике, поэтому если будет еще и выход за пределы этого треугольника вверх, да, то тогда, конечно же, еще и с технической точки зрения мы получим дополнительное основание для того, чтобы открывать все больше позиций именно длинных, да, то есть на покупку по паре евро-доллар. То же самое относится и фунт, и британской, и британской валюте, да, все то же самое относится. Отдельно хотелось бы сказать об индексе S&P 500. Напомню, что для наших клиентов он доступен, да, в любом терминале компании, и сейчас может сработать весьма неплохо идея покупки индекса S&P 500. Это то, что станет следствием, опять же, заседания ФРС, да, если мы будем на основе этого заседания выстраивать свои дальнейшие торговые планы. Да, конечно, эта идея может быть более долгосрочна. Опять же, она берет свое начало на дневном графике цены, да, то есть если мы посмотрим именно на него, то увидим, что очень важный уровень 2118, даже 1119 долларов за контракт S&P 500, и именно до этого уровня происходило снижение, и именно от этого уровня происходит отбой цены. Мы, учитывая тот факт, что ставка повышена не будет, да, мы не прогнозируем сильного снижения в ближайшее время по индексу. Более того, весьма вероятно обновление исторических максимумов по S&P 500. Однако за этим уже, наверное, стоит понаблюдать, начиная со следующей недели, потому что сегодня активность может быть относительно небольшой, да, если мы, опять же, учитываем тот факт, что сегодня каких-то значимых событий по США не планируется, и завтра пятница, традиционно день с пониженными объемами, все-таки все находятся в стадии фиксации прибыли, хотя, опять же, учитывая специфику этой недели, пятница вполне может быть активной и несколько не похожей на аналогичные ситуации в прошлом. Тем не менее, как и было заявлено, данная идея является более долгосрочной, поэтому, опять же, сразу, может быть, формировать позицию полностью не стоит, а стоит делать это постепенно. Но, опять же, тот факт, что ставка остается без изменений, она не повышена, дает очень много позитива для роста, дальнейшего роста индекса S&P 500, потому что фондовый рынок, как мы понимаем, в последние годы, да, опять же, это не секрет, фондовый рынок США растет только за счет того, что крайне дешевые деньги, да, крайне низкая ставка, и за счет этого компании существуют так называемый buyback, то есть сами выкупают свои же акции, да, крупные компании, за счет чего мы и наблюдаем их рост, в следствии чего, конечно же, растет и индекс S&P 500. По реакции евро, фунт британской валюты и прочих, да, на заседании ФРС уже было мной сказано, в ближайшие дни мы планируем, что также эти тенденции, которые начались вчера еще вечером, да, продолжаются сейчас, они и будут продолжаться, по крайней мере, до каких-то новых событий, да, именно фундаментального характера. Если мы говорим о сегодняшних новостях, то нужно отметить, что заседание Банка Новой Зеландии уже состоялось, там ничего неожиданного также не произошло, но, более того, это уже последнее заседание из этого цикла заседаний ЦБ, и все произошло абсолютно без каких-то сенсаций, более того, даже по паре новозеландский доллар и американский доллар не было каких-то серьезных движений вовсе, да, то есть просто инвесторы, крупные участники рынка оставили без внимания данное событие, ну, на самом деле, никто и не ожидал, да, никакой интриги и заранее не было относительно поведения Банка Новой Зеландии, поэтому те тренды, которые там формируются в последнее время, это укрепление, да, новозеландского доллара, вероятнее всего, также этот тренд будет продолжен. Два очень интересных выступления планируются сегодня, обязательно обратите на них внимание, возможна реакция как по евро, так и по британскому фунту, прежде всего в 16.00 по московскому времени будет выступление Марио Драги, который может дать дальнейшие комментарии по поводу монетарной политики еврозоны, и, конечно же, это может оказать существенное влияние на рынки. Мы помним, что на позапрошлой неделе такой мини-обвал всего, и мы помним, какие были большие падения именно в пятницу позапрошлую, они были отчасти вызваны именно непоследовательными заявлениями со стороны представителей, в том числе еврозоны, по поводу дальнейшей политики. Непонятно, вроде бы и хотят сохранить политику количественного смягчения, и есть определенные вопросы по этому поводу. Опять же, дополнительные риски и экономические, и геополитические вносят выход Британии из ЕС. Как уже становится понятно, весьма и весьма близко он, то есть в ближайшее время уже стоит ожидать каких-то конкретных мер по поводу выхода Британии из ЕС. Как раз таки вот по этой ситуации мы сможем отчасти услышать какие-то опять же заявления в 16.30, потому что будет выступление еще и члена Комитета по денежной политике Великобритании. Поэтому, опять же, за исключением, пожалуй, этих двух событий сегодня внимания больше обратить не на что. Поэтому, опять же, используем технический анализ, используем ту информацию, которую мы сумели получить вчера от рынков, и ориентируемся на два предстоящих заявления. В завершении сегодняшнего утреннего брифинга хотелось бы вам сообщить о том, что в нашей компании стала возможна торговля биткоином, то есть криптовалютой. Подробнее фундаментальные выкладки и возможные потенциальные идеи рассмотрим завтра. Но вот пока просто стоит принять к сведению, что теперь вы можете торговать биткоином по отношению к американскому доллару. И данный актив является очень интересным, учитывая то, как быстро он обычно может преодолеть существенную дистанцию, то есть вырасти на десятки процентов буквально за несколько дней, несколько недель. Поэтому опять же те ситуации, возможные сценарии поведения мы рассмотрим в одном из следующих брифингов. Пока же можете сами сориентироваться, исходя из графика и просто ознакомиться с условиями торговли, может быть попытаться какие-то краткосрочные позиции по биткоину открыть. На этом все, всем успехов в торговле, увидимся и до свидания.